Добрейший денёчек, новый влог. Я сегодня хотел его снять на новую камеру ZV-E10. Проснулся и даже под стволом начал снимать. Там низкое освещение, но она пытается вытягивать свет и что-то снимает как-то паршивенько. Рассказывал сон, который мне снился. А потом мне что-то такое перед выходом, нам сейчас за едой надо идти. Я думаю, пойду-ка я сравню быстренько их во дворе, как они снимают. Прихожу на комп это, скидываю и настолько разгромно Fold 5 намного лучше снимает, что ты сидишь и думаешь, зачем вообще это всё? Зачем брать её с собой? Что-то там на неё снимать, если такая колоссальная разница в качестве картинки в пользу Fold'а. Думаю, можно было бы один видос снять для истории, чтобы он был. Но получается, что её и нести-то с собой тяжело. А смартфон в кармане, стабилизация классная, картинка круче, и звук лучше. Ещё и петличка работает. В общем, ещё один день на Galaxy Z Fold 5. А мы пойдём покупать корм для кур и для себя, потому что у нас тоже кончилась еда. А так я посидел, посравнивал чуть-чуть. Вот это 5 Fold, а это ZV-E10. И разница вживую, глазами видишь, огромная. Не знаю, как оно там на видео будет казаться. В общем, она и чётче, и контрастнее, и стабилизация лучше, если с паузы снять это видео на паузе. Сейчас ещё пример покажу. Ну и вот аналогично. Пятый Fold, E10. Тут они, конечно, довольно похожи. Но в любом случае на Fold всё проще даётся. Даже в тех ситуациях, где камера, кажется, и так же снимает. И потом вспоминаешь, что тебе намного легче было на смарт снимать. Хотя люди некоторые выражают мнение, что не нужно воспринимать китовый объектив E10 как объектив. Пишут, это просто заглушка временная, пока тебе идёт нормальный объектив. Надо сравнивать с чем-то другим. Но где взять его? Какой-то другой. Магас бы найти, где в аренду можно брать фотооборудование. Некоторые очень не любят. Не E10 саму, не китовый объектив, тем более её комплектный. Ну опять же, вот видите, у Fold видно на древесине текстурку, трещинки все эти. Вот тут у машинки видно радиатор, решётку вентиляции. А здесь оно всё какое-то размазанное, хотя в фокусе здесь тоже не очень чётко. В общем, будем мы собираться в магазин. Пойдём покупать хавчик. Так, собрались идти за едой в магазин. Я там долго собирался, пока оделся. Но Полина тут сидит. Весна. Коты греются. Можно... Ага, да, зализанный такой есть, противный. А этот вроде был качественный такой кот, молоденький, но валяется он постоянно... Зато у него глохнет. Как булочка в муке, постоянно катается по земле. Идёшь в туалет, он тебя обгоняет, падает перед тобой, и по земле катается. Такая шёрстка была чистая. Теперь... Кузяо-кэт. Оглаживание двух котов одновременно. Ну, они не против. Да. Только голову и разрешают. В 2017 году завод начали ломать. В прошлом году закончили, в 23-м. И теперь... Теперь территорию огораживают забором. Походу, здесь будут растяжки проекта. И несколько лет это всё будет потом за забором типа делаться. Ну, как это обычно бывает. Это прям чуть-чуть историческая фигня для района, то, что сейчас происходит. Очень много рабочих. К бетонному забору пришивают рейки металлические, чтобы сделать забор больше и выше. И закрыть безобразие типа, которое там будет происходить. А происходить будет, скорее всего, строительство жилого комплекса. А здесь на заборе, наверное, будут растяжки рекламные. Собственно, что из себя представляет этот проект типа. Вынесли мусор. Полина говорит, давай руки в реке помоем. А тут, оказывается, тропинка есть в реке. Раньше такого не было. Но, собственно, она была в другом месте, значительно дальше. А теперь здесь. Мы когда-то на камерах плавали по реке пятером. И мы, бывало, заплывали вот оттуда, вот сюда. И здесь проплывали на камере. Где-то здесь выплывали и туда. Плыли дальше по реке. Раньше это было намного интереснее. 2005-2006 год. Река была более полноводная. И при этом не коричневая. Она была с нормальной чистой водой, но воды было больше. Сейчас, если бы подростки начали на камерах всплывать, они с высокой долей вероятности бы застряли на мелководии, на камнях. Ладно, пойду мыть руки. А был это завод строительных материалов. Когда-то на нем даже кирпичи делали, насколько я знаю. Но печи и оборудование давно разломали. Теперь весь забор вот в этой вот решетке, каркасе, под рекламу. Когда ее там сотворят. А представь, сколько ее теперь нужно напечатать. Баннеров вот этих. Но они не накажут, но через. Накрыть. Сломали забор. Тот забор, который тут стоял много лет. Единственный здесь в округе красивый каменный забор был. Убрали. Здесь вот какие-то перемены крутят, вертят. За забором вот там снесли общежитие. Из бытовок. Трехэтажная там была. Были какие-то ангары промышленные. Что-то там делали, красили. А теперь, хоп, и в один месяц тут начинаются перемены какие-то. У них теперь забора нет. Офигеть. Ну, старый был каменный клевый. Здесь уже начали натягивать баннеры. Я думал, не скоро будут. А они уже начали. Мне, кстати, друг прислал их сайт. Там жилой комплекс какой-то планируется. И друг уже нашел их сайт, меня скинул. Но я еще не посмотрел. Но вроде лажа полнейшая будет. В смысле, я люблю высотные строения. Больше 30, чтобы этажей там... Ну, хотя бы больше 22. А здесь какая-то шняга 9-12, низкая должна быть. Ха, рендеры. Вот что бывает, когда разрешение недостаточно высокое. На гигантскую площадь растягивают. Смотри, оно мыльное какое. Вот так это вот все смотрится. Годами там была какая-то промышленная территория. С грузовиками, гаражами и ангарами. А теперь планируется живой комплекс. О, ну вот эта картинка, конечно, красивая. Легко людям начать мечтать о таком. Здорово. Травка газонная, бассейн. А потом нам туда будет ладно просить водку. Ветер такой значительный, меня шляпу сдувает. Идем, идем против ветра. Вот это они здесь натянули. Несколько баннеров, значит, уже готово. Быстро, как они-то все делают. Дня 3 и готово. Тяп-ляп. Куча мужиков вышла и сделали. Мама ходит кормовую смесь покупать в одном месте, я в другом. То другое стабильно работает. А то, куда мама голосует, обычно закрыто. Тут дешевле на 150 где-то рублей получается. А сейчас идем, его как будто нет на месте. Я обычно хожу в другой магазинчик. А она говорит, ходи сюда. Полина говорит, что здесь еще кормовая смесь лучше, чем там, куда я хожу. Но, похоже, местечко его захворело. Опустошили бокс. Освободили бокс. Похоже, больше он тут не работает. Это вот местные жилые гаражи. Настроены по 2-4 этажа здесь. Туда заезжаешь рядами, едешь по рядам живых гаражей. Стоят пипец они сколько. Мама говорит, лучше участок купи. Я типа в какой-то момент начал мечтать о гараже. Только не о таком, который ввысь, а вниз в подвал. Она говорит, бери лучше участок в Зажопинске где-нибудь, в лесу. И строй там дом. Но только зачем он нужен, если туда не доедешь. Ну, и не дойдешь с центра города. Там придется и хоронить свою жизнь. Из леса не вылазить. А хочется где-то в черте города. Там наверху с давних времен есть церковь такая круглая. И вот первый раз слышу звон колоколов. Она что, начала работать? Яплоки решила взять? Необычный фрукт. В лесе, если бы хотели купить такой, да? Тут же сникерсы с именами теперь сделали. Во-первых, у меня аж сестра Женя была. Доброженя. Ого. Понятно. И две поли появилось, ты представляешь? А-а-а, поле. Поле есть и сейчас у нас. Нам нужен хлеб, энергетик, лук. В общем, чтобы жить дома спокойно и что-нибудь уплетать. Энергетик только бабл. Он вроде нравится Полине, но я люблю Торнадо Шторм красный. А его здесь, очевидно, на полке нет. Походу, вот такой хлеб придется взять. Потому что выбор-то не то чтобы большой из такого хлеба. Как говорится, дайте два. Смотрим, что купить. И что-то я не могу себе найти какой-нибудь напиток взамен Торнадо Шторм. Народ, если кто-то мороженое любит, в пятерочке есть вот такое мороженое. Оно стоило 14 рублей, что ли, раньше. Теперь 15 рублей. Но оно немножко ссохло. Смотрите, что с ним стало. Экономия. Но я считаю, главное, чтобы цену не поднимали. Это психологически важно. Чтобы он тебе чек не наращивал. А то, что порция уменьшилась, это мы можем понять. Инфляция, падение курса рубля к другим валютам. И вот это все. Оно уменьшилось, а раньше было больше в диаметре. Да, вроде плотное просто более. Но главное, что ценник 15 рублей. Это не 60. Кошка обосралась. Экстренно побежала копать. Попалась. Наложила кучу. Все, нюхает. Закопать-то сможет, нет? Это вот так выглядит. X10 Zoom на Galaxy The Fold 5. Уверен, на 23 Ultra это выглядело бы круто. Но ультры у нас нет. А мы тем временем делаем дошираки. Будем что-нибудь перекусывать. А через час уже первая в этом сезоне гонка Формулы 1. Болгаркой? Да. Заварили доширака. Потратили в магазине почти 1000 рублей на продукты, на еду. Еще 500 на корм гусиный. Но это мама вот он должна отдать. Хлеба купили. Какую-то газировку новую вместо торнадо. Потому что торнадо не было. И так быстро день проходит. Уже скоро гонка. Через час уже будет гонка. То есть мы нифига не успеем там или что-то приготовить поесть. Или пойти во дворе прибираться дальше. Можно было бы, конечно, на полчаса чем-то заняться. Но пока я очень голодный. Я сегодня, наверное, особо не завтракал нормально. Хлеба остатки доел с чаем вчерашнему. И мы пошли за... Стоит у нас пачка чипсов. Вот таких твистер. Если что, это мои любимые чипсы. Твистер с солью и лейс с солью. Но вот твистер с паприкой тоже хорош. Особенно раньше были хорошие твистер с паприкой. Когда только появились. В 2021 или начале 2022 года. Сейчас они чуть менее вкусные стали. Но на фоне конкурентов классные. Я, короче, Полине не давал эту пачку несколько недель съесть. А может и два месяца. Все какой-то причины искал. Они ведь все-таки не дешево стоят. И мы не часто их покупаем. Но вот сегодня типа причины. Первая гонка Формулы 1 2024 сезона. А еще мы купили вино. У нас уже стояло вот такое вкусное вино. Светлое, десертное. 160 сахара. Я обычно люблю красное. А тут один раз Полина купила, нашла сладкое, светлое. И мне понравилось. Потом пьем красное. И я такой ловлю себе на мысли, что мне сейчас белое бы больше хотелось. Пока мы красное пили. Сегодня я смотрел что-нибудь такое в пятерочке. Не нашел. Это вот 160 сахара. А там стояло 60. Стоило 500 рублей. И просто 60. Это десертное. А то просто сладкое. И я решил взять вот такое. Сэкономить. Вот это стоит 220 рублей. А это около 600. Со скидкой, наверное, 500 с лишним. И 700-800, наверное, оно без скидки. Короче, оно больше 500 рублей стоит. А вот это 220. Но оно не сладкое. Здесь 35 сахара. Я думаю, или смешаем их вместе. Или просто в этот заменитель сахара. Нам бацаем по Ленину, чтобы оно вкуснее было. Потому что кислое вино я пока не люблю. Может, не состарился еще до этого времени, когда кислое нравится. Ну, то есть кислое варенье-то я люблю, а вино без сахара не пьется. А еще мы потеряли Эвервес Манящая Гренада. Вкус был недавно. И я теперь не могу его найти ни в одном магазине. Полина говорит, они взяли его и переименовали, скорее всего. Говорит, никто не мог понять, что за Манящая Гренада. И просто написали Гранат, чтобы было понятней. А я всю Гренаду ту жду в продаже. Думаю, а, это какой-то Гранат. Пошли отсюда. Она говорит, да бери, это все то же самое. И взяли вот такой напиток. Барбарис. Уже представляю его вкус. Просто Торнадо не купили, в этот раз его не было. Взяли вот так вот напитков. Будет нам что попить. Открыли чипсы. Они знатно хлопнули, сильно взорвались. На видео записали, но там этого почти не слышно. Полина еще колбаски купила какие-то. Мясо хаус. Угу. Мясо в ваш дом. Точно. Дом из мяса. Вонять будет. Надо штопор тащить. Винишко открывать. Дорогие. Ну и что? Надо гулять за все деньги. О, оно светлое, блин. А я на красное настроился. Оно же светлое. Что? Как вода. Офигеть, да. Прикинь, там вода. Вино как шампанское. Полина вообще говорит, как вода. Но оно как будто немного желтоватое. Мне вообще не видно, что оно желтое. Или у меня свет в комнате. Просто желтый. Действительно, оно очень прозрачное. Вау. Это вино. Я должен вам сказать, что автор не рекомендует пить алкогольные напитки. И это вредит здоровью. И это не вино. И беременным детям тоже говорят, нельзя пить алкоголь. Поэтому лучше не надо. Поэтому они и беременные, что пили всякое. Сколько у нас чипсов. Мы попробуем подсластить его заменителем сахара. Посмотрим, как он будет растворяться. И вкусно ли это. Потихоньку пузыри пускает. Тут, короче, старт формулы намечается. Я не могу это снимать. А то видос забанят. Мне придется монтировать его заново. Так что мы будем смотреть формулу. И я вам это не покажу. Но кому надо, тот вконтакте в группах найдет записи. И посмотрите первую гонку. Формула 1. 2024 года. Продегустировали. Да. С подсвращенным, конечно, винишком легче. Оно лучше пьется. Так что добавим туда пунь. И подождем, пока растворится. Окей, копей. Чудку сломал. Это так, кейли. На пол, на проли. Конечно, это сразу начинает чувствоваться. Вис, походу, корень. Отлично, прямой. На огромной скорости. Это потемнее намного. Это больше на виски похоже, чем на то светлое вино, которое как водичка. Кокур. Кокур. По ситуации с винишком, мы вообще любили 160 когор покупать, сладкий, десертный. Но потом мама со временем, с возрастом стала говорить, что он слишком приторный. Лучше 120, там, около сотни. 160 слишком. А я все еще люблю ликерные, сладкие вина. И Полина говорит, что когда 60, светлое, ей хорошо пьется. Не нужно слишком сладкое. Типа кисловатое тоже хорошо. Мы сейчас наливали вот то дешевое 220, оно прозрачное и кисловатое, почти не сладкое. А вот это 160, оно как коньяк, желтоватое такое, коричневатое. И очень сладкое, так оно еще пахнет вкусненько. И Полина говорит, это выжимка из изюма. Потому что оно такое очень сладкое. И реально не всем понравится десертное вино. Вот 160 сахара, прям пьешь такую сладкую жидкость. Но оно прям с запахом вкусненькое такое. А то прям какое-то было водянистое и немножко никакое. Тем временем 28 круг. Гран-при Бахраина 2024 года. Зацените, ведь и то, и другое белое вино. Какое это прозрачное. Будто ты какой-то бирюзовый сок налил. Березовый. Или водичку. И наливаем туда же дорогое вино. Белое. И оно окрашивается в цвет. Будто это коньяк какой-то. Или виски. Ну и оно намного сильнее пахнет. И намного вкуснее. Вот в чем сила смартфона. Ты берешься за него вместо камеры. И понимаешь, что даже без включенного освещения. Ты сейчас снимешь. И он по-любому увидит что-то, что ты снимаешь. Полина решила подсветить своим смартфоном. Потому что ногами держал бутылку. Прибейте его. Он лезет на стену. Барбариса пахнет этими конфетками с детства. Барбарисовыми. Так и должно. Сосательный. Точно этот ароматизатор. Досмотрели формулу. Первую гонку сезона. В общем, люди в комментах пишут, что это все фигня. Этот сезон. Хватит скрипеть дверью. Звук просто ужасен. Я звуки видео парюсь больше, чем о видео самом. Картинка не так важна, как звук. Главное, чтобы слышали. Дверь скрипит собака. Досмотрели гонку. И люди пишут, что на самом деле этот сезон все. Давайте новый. Опять Ферс Макстаппин лидирует. Опять он выиграл. Его напарник второй. Рэдбулл сделали дубль. Никого интересного на подиум. Более того, три первой позиции занимают неинтересные персонажи предсказуемые. Мы берем их и визуально удаляем. Берем следующую тройку. С четвертой, пятое, шестое место. Это тоже неинтересная тройка. Дубль подиума. Мы их тоже убираем, первые шесть машин. И только третий подиум бы ближе к концу десятки призовых. Вот только он бы был интересный. Поэтому прям можно судить, насколько будущий сезон интересно стартовал. Но я в будущем немного под состоянием опьянения оценил этот сезон, не сезон, а первую гонку на 4 балла из 10. Полина говорит, ну как тебе первая гонка? И у меня так сразу на автомате 4 балла. Но только по настроению. Это даже не объективная оценка по тому, была ли машина безопасности, была ли борьба. Друг мне вообще галлютень прислал, мне на Бен пришло сообщение о том, что машины безопасности не было, столкновений не было, борьбы никакой не было. Короче, гонка на самом деле объективно получилась довольно фиговая. Но из-за общего настроения, во-первых, открытие сезона, начало сезона, во-вторых, фейерверки, фонтаны, подсветка. В-третьих, ты в общем радуешься, что какая-то картинка красивая на экране. И ребенок радуется, о, машинки едут. Вот это фигня, когда ты просто рад, что машинки поехали по трассе, начало сезона, и это тебя вдохновляет. Вот поэтому просто чисто на эмоциях даешь оценку 4 балла по 10-бальной шкале. А так, на самом деле, объективно, она, наверное, 2 из 10. Довольно скучная гонка получилась. Но будем радоваться просто тому, что сезон начался, и что мы в России и в текущих условиях просто можем начать его смотреть. Хотя бы так. Включили Call of Duty поиграть, а мама пишет, что нужно корм собачий будет забирать. И мы не успеем 4 раунда наши спандартные поиграть. Хоть включай на 1 или 2 раунда, просто тестовую игру, чтобы немножко побегать. А мне потом придется идти забирать мешок корма. Круто, Fold 5 видит даже в темноте. Берешь, выключаешь свет. И он все равно видит. Не то, что камеры идут. А ведь эта фронталка, она, наверное, не такая светочувствительная, как основа. Еще одна выигранная партия, Call of Duty. Круто, ага. Пиф. На тяжечку вот раз выигрывали, могли и проиграть. На рекорд, конечно, не тянет. 658. Смерти 70, у тебя рекорд? По смертям 70, да, это мощно. А после Call of Duty мы пошли играть в Блека Гарри Поттера. И у нас уже оказывается 15% прогресса в игре. Мы прошли там первый фильм и два тура из второго фильма. Коршун полетел. Что делает Рон Уизли в свободное время? Он взял Вантус и прыгает на нем по Хогвартсу. Это как-то нелепо и забавно. Почему сам? Прошли один уровень в Гарри Поттере. Сложно было. Рассчитано, что ты двумя персонажами будешь играть в одиночку. А вдвоем, когда играешь, один персонаж у тебя не подконтролен. И ты стоишь на локации, как лось, и не можешь дальше пройти, пока второй игрок не придет, не догонит тебя по локации. Потому что там рассчитано, что ты в двумя будешь играть. А у тебя только один. Долго играли. Спать уже хочу. Пора идти отдыхать. В пиратах пишут настоящий пират. А здесь истинный волшебник. Сменился у нас режим на более стандартный. Теперь рано ложимся спать. Не сидим по ночам. И я даже начал монтировать это видео еще сегодня. Так что может и выйдет оно заметно раньше. На этом сегодняшний день все закончился. Всем до завтра. Завтра увидимся в новом видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok